Книга «Открытым оком», вопрос 34, тема «Обращение ко Христу». Кого считать своим духовным отцом? Батюшка здесь бывает редко, и меня лично духовно ничему не научил пока. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В истинном, подлинном смысле отцом является тот, от кого человек уверовал, через чью проповедь обратился. 1 Коринфянам 4 глава 15 стих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родила вас во Христе Иисусе благовествованием. Филимон 1 глава 10. Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Смешно смотреть сегодня на безусных отцов. Важно щеголяющих по храму с широкими рукавами ряс. Он и сам-то нерожденный, и возрастом младенец, поставленный с грубейшим нарушением канонов. 6 Вселенский Собор. 14 правила. Правила святых и богоносных отец наших да соблюдается и всем, дабы во пресвитере прежде тридесяти лет не рукополагате, а если бы человек и весьма достоин был, то отлагате до уреченных лет. Ибо Господь Иисус Христос в тридесятые лет окрестился и начал учить, подобный и диакон прежде двадцати пяти лет, и диаконисса прежде сорока лет да не поставляется. 15 правила. Ибо диакон да поставляется не прежде двадцати лет возраста, если же кто в какую бы то ни был священную степень поставлен будет прежде определенных лет, да отвержен будет. При рукоположении человек как бы делается отцом данной церкви, общины. В ЗАГСе сего не будут регистрировать десятилетних детей. Существует возрастной ценз в каждом государстве. Согласно дореволюционному российскому закону, если священник обвенчает на несколько лет раньше уреченных лет жениха и невесту, то закон гласит запретить его в служении на столько же лет. Если при венчании помогал диакон, то он запрещался на половину этого срока. По смыслу этого уложения все архиереи в России, за рубежом и у старообрядцев должны быть запрещены в служении на определенное количество лет. Насколько раньше рукоположили. Евангелие от Матфея, 23 глава, 9 стих. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас отец, который на небесах. Окормляющий священник, исповедующий, прочищающий, в православии тоже называется отцом. Но это только по чину, как наши прокуроры, судьи, водители юстиции, имеющие генеральские звания, но не нюхавшие пороха и не имеющие армии. То есть это генералы второго сорта по окладу, звездочкам и лампасам.